Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Медикал Фитнес и я его ведущий Кравцев Сергей. Это краткий экскурс по психотипу эпилептоида. Не забудь подписаться на мой канал, чтобы увидеть остальные 7 психотипов. Внешне эти люди, как правило, крепкого телосложения. Забегая вперед, скажу, что в фазе взросления это телосложение как бы помогает развивать данный тип личности. Если хочешь узнать о взрослении эпилептоида более подробно, напиши мне об этом в комментариях и поставь лайк под видео. Для эпилептоида важно, чтобы в их жизни было все упорядочено. Одежда соответствует ситуации. Инструмент всегда используется по назначению. Эпилептоид не станет, как говорится, использовать микроскоп для того, чтобы забивать гвозди. Инновационные техники выкручивания саморезов, в общем, это не тема эпилептоида. Нетрудно догадаться, что эпилептоид, как правило, аккуратен и чистоплотен. Как правило, эпилептоид выбирает те профессии, где все строго рационализировано, где требуется строгий контроль за соблюдением тех или иных правил. Эпилептоиды – это замечательные врачи, военные, политики, механики и спортсмены. Треть заметить, что в жизнедеятельности эпилептоида строго отмечается отсутствие перезагруженности лишней информации. Потому что лишняя информация для эпилептоида – это стресс. Она мешает эпилептоиду концентрироваться на его правилах и инструкциях. Данный тип личности способен постоять не только за себя, но и за свои правила, которые он намерен защищать. Также стоит заметить, что эпилептоиды склонны экономить свой ресурс. Что иногда сказывается на весьма скромном, но упорядоченном ведении дел. Если вы намерены остаться с эпилептоидом в хороших отношениях, не следует нарушать порядок, который был задан в рабочем пространстве эпилептоидом. Также этот порядок не следует нарушать и в социально-бытовом пространстве. Как же вообще вести себя с эпилептоидом, спросите вы. Эпилептоид ценит в людях силу и предсказуемость. Говоря другими словами, если он сочтет вас совсем непредсказуемым, в грубой форме эпилептоид попытается допросить вас на тему, кто вы такой, чем вы вообще занимаетесь. Ну и так далее, уточнить какие-то детали, которые он в вас не понял. Но гораздо хуже может быть, если эпилептоид сочтет вас слабым. Он тут же начнет продавливать вас. И если это не остановить, то оглянуться не успеете, как окажетесь в ловушке у эпилептоида и будете вынуждены бегать у него на побегушках. Задача эпилептоида упорядочивать все вокруг, в том числе и людей, которые находятся рядом, и именно поэт. Базовой эмоцией эпилептоида будет являться гнев. А скорость нейронных импульсов у эпилептоида достаточно медленная. Этот факт делает его нервную систему достаточно устойчивой к различным видам стресса и манипуляций. Я советую подписаться тебе на канал, иначе ты не увидишь дальнейшие выпуски и не узнаешь, как защитить себя от эпилептоида и наладить с ним общение.